послезавтра у меня зачет по анатомии сессия началась грустно чтобы сдать анатомию да я уже пробовал плакать нужно выучить вот столько не помогает плакать это не стоит наших слез вот столько нужно выучить чтобы просто сдать не факт что хорошо просто сдать в таких условиях с таким музыкальным сопровождением алё пипец и здесь 124 листа сплошного текста это все очень плохо у меня уже был первый экзамен который прошел 1 июля экзамен по сестринскому делу его я сдала на 5 это конечно все хорошо но сестринское дело я хотя бы знаю анатомию я даже не знаю тех людей которые ее знают и это вот может вместо меня пойдешь на самом деле все еще хуже потому что вместе с анатомией мы сдаем еще и патологию как я готовлюсь здесь у меня учебники просто так лежат их нужно сдать возможно они придают какую-то атмосферу но вряд ли вот здесь у меня кроватка тут мои подушечки я на них лежу лежу и учу ответы на вопросы ну как учу смотрю на них смотрю что-то даже подчеркиваю подчеркиваю не знаю зачем думала поможет потом поняла что не поможет но все равно подчеркиваю потому что если действительно получил два покажу маме и скажу что я правда учила и и даже подчеркивала вот что-то отсюда вот волшебный вид открывается волшебный пыльно странное какое-то ощущение температура как будто не повезло 36 6 придется продолжать смотреть на вопросы пойду посмотрю решила прогуляться экзамен же послезавтра не завтра что ты села это пушок вчера я не выяснила свой день по той причине что пришла не одна с шоколадкой пришла я подумала что шоколад улучшает усвоение информации короче нормально усвоился только шоколад сначала мне казалось что он помогает потом поняла что мне только казалось но продолжила есть шоколад и учить вопросы а потом перестала учить вопросы но не закончила есть шоколад и ела его уже от негодования а еще вчера я мерила температуру и сделаю это еще раз тоже мне кажется я умираю мое лицо горит так как будто его избили а в горле першит так как будто я этим горлом раскалывала орехи 35 9 у организма нарушен контакт с подмышками но я купила таблеток и конфеток но это не мне мне уже все равно ничего не поможет даже то что эти конфеты я подарю преподавателям потому что я подарю их после экзамена или не подарю если там на 2 это будет мой утешительный приз фунчозы съесть решила чтобы завтра я могла пожаловаться еще и на больной желудок у меня просто гастрит смешно будет если он обострится но я так люблю фунчозу и вообще у меня такое ощущение что живу последний день поэтому буду есть фунчозу а теперь мое лицо горит так как будто об него тушили спички я уже в течение пяти минут меряю температуру и понимаю что она есть посмотрим прикольно интересно 20 минут первого ночи три часа назад я очень сильно разозлились не знаю на кого она прочла всю патологию сейчас решила взяться за анатомию и хочу вам показать какое количество листов занимает один билет ответ на него вот его начало это один вопрос был второй вопрос и вот конец билета просто захотелось показать показать и наверное пожелать себе спокойной ночи потому что если патологию я читал три часа то спокойной ночи с добрым утром по утрам у меня нет глаз это ничего страшного как я спала моя кроватка моя подушечка оп экзамены мои ведь если на них спать они же выучиться на ночь сами мне бабушка так говорила я уже смеялась собралась и готова идти в колледж даже ресницы накрасила это для того чтобы когда заплачу тушь потечет по щекам по рту по лицу везде по белой футболке я тоже ее неспроста надела вы что думали возможно мне поставить 5 очень смешно так я вчера не в 20 минут первого едла в 2 часа ночи отчаянно пыталась учить остался финальный штрих я пойду козявку спрятала мне кажется так больше шансов сдать нормально представлю что вы сказали мне ни пуха ни пера я отвечу вам к черту айло а4 да как это не пятерки как можно было сдать на 4 4 мне сказочно повезло с двумя вопросами по анатомии которую я никогда не знала а по патологии я читал ее до двух ночи я выучила все вопросы, кроме двух. И мне попался один из этих двух. А так получилось, что впервые в жизни, уже второй год подряд, я учусь безстроенно. А я вопрос не знала по патологии. И знаете что? Всегда отвечайте с такой уверенностью в голосе, как будто вы сами преподаете этот предмет. Если вы, как я, готовитесь к экзамену за одну ночь, ответьте так, как будто вы готовились к этому экзамену с рождения. Потому что, увидев тот вопрос, к которому я не готова, мне стало так жалко то потраченное время, что я придумала ответ на этот вопрос. Я придумала ответ на этот вопрос и выпалила его так, как будто всю жизнь к нему готовилась. Но успех действительно кроется в уверенности, даже если она поддельная. Притворяйтесь, но выглядите уверенными. Потому что получилось даже у меня. И теперь я могу уходить на каникулы.